На общегородской субботник сочинцы начали собираться рано утром. Всех неравнодушных к общей беде разбили на несколько групп. Добровольцы отправились в разные районы. Дагомыс, Кудепсту и Адвер. Помогать расчищать улицы, пострадавшие от стихии. Более 300 сотрудников городской администрации стали волонтерами. Еще 100 в Сочи направили из края. Волонтерцы помогали городу. Одна из самых больших групп волонтеров отправилась в Кудепсту. Здесь в зону подтопления попали сразу 4 улицы. Улица Искра одна из наиболее пострадавших в Кудепсте. Сегодня вода уже ушла. Накануне во время разгулявшейся стихии, как рассказывают очевидцы, она поднялась даже выше вот этих заборов, а их высота больше полутора метров. Вода здесь зашла в каждый дом и каждому нанесла значительный ущерб. Из большинства домов воду уже откачали. Остался ил и грязь. Их сегодня помогают убирать волонтеры. Самим сочинцам просто не справиться. Самое большое бедствие – это нужно убирать этот ил, эту грязь. Пока обходимся своими средствами, сегодня приехали волонтеры, убирают участок. И волонтерское необходимо, и материальное необходимо, и просто помощь человеческая необходима. Волонтеры убирают сломанные деревья и ветки, заборы, прочий мусор. Помогают сочинцам разбирать завалы и выносить из домов крупногабаритные вещи, которые уже не спасти. Их тут же забирают и вывозят. К работе привлекли всю тяжелую технику, которая была в районе. Работы, как вы видите, масштабные. Мы привлекли всю имеющуюся крупную технику. Это трактора, это бульдозеры, это камазы. И сейчас идет активная работа по расчистке улиц и домов. Только в Хосте затопило 68 домов. Всего же по Сочи таких 736. Газ, свет и вода уже есть у всех жителей. Работу по восстановлению коммуникации вели всю ночь и весь день. Каждому из пострадавших жителей, обещают в администрации, будет оказана адресная помощь. Один на один с бедой сочинцы не останутся. В каждый дом зайдут, проверят, будет проведена опись, зафиксировано все это будет актами. И в дальнейшем будет приниматься решение по мерам социальной поддержки. Продолжать работать на пострадавших территориях волонтеры будут и завтра. До тех пор, пока жителям будет нужна их помощь. Всего же для ликвидации последствий дождевого паводка привлечены более 1700 человек. В том числе и спасатели. И около 100 единиц техники.